Давайте выпишем место А, не просто, не номера, а заподим его. Вместо А написать не номера, а вот если, например, оно 10, и у меня есть какие-то номера мест, например, 1, 2, 5, я могу на эти места написать единицы, а все остальное заполнить нулями. Ну это правильно, да, конечно. Мы же все вон вернули и проводим, то есть там единицы можно ставить на те позиции, где у нас будут элементы множества А, и А представляется вот прямо как конгломерат из этих единиц. Ага. И В тоже. И В также. Идея очень хорошая. Написать условно как-нибудь. Я не знаю, конечно, какие там единички и нолики получатся, но вот это условно А, вот это условно В, я нарисовал их случайно. Вот как-то нарисовал последовательность. Значит, А это вот эти единицы, В это вот эти единицы, да? А дальше, вот давайте подумаем, что значит, что А пересеченное с В пусто. Но это значит, что ни один элемент, ни один элемент вот этого множества не входит одновременно в оба множества А и В. Ни один не входит одновременно, правильно? А давайте посмотрим, что означает это в терминах столбца. Что здесь нету двоек. Что нету двух единиц? Да. Ну вот как было предложено, складывали, тогда нету двоек, да. То есть запрещено двум единицам находиться хотя бы в одном столбце друг на дружку. Вот тут целых две неприятных ситуации. Здесь показано, что и второй элемент одновременно входит в А и В и последний. Одновременно входит в А и В. То есть такая табличка не может возникнуть, если случилось событие А пересеченное с В пусто. Согласны? Такая табличка не возникнет. А любая другая ситуация, один ноль, ноль один, и даже ноль ноль нас вполне устраивает. Правда? Да. Какова вероятность вот этой вредной ситуации? Неприятной ситуации. Естественно, это вероятность В квадрат. Две единицы у нас возникают с вероятностью В квадрат. Но нам-то хочется, чтобы они не возникали. Это неприятная ситуация. Поэтому, да, наша вероятность это один минус В квадрат. Вероятность того, что данный конкретный элемент не попал одновременно в оба множества. А теперь нам нужно посчитать вероятность того, что ни один элемент не попал одновременно в оба множества. У нас всего один элемент, и для каждого один минус В квадрат. Прекрасно. Значит, что надо написать? Н умноженное на один минус В квадрат. Это неправильно. Потому что они независимы. Как устроена вероятность одновременного выполнения событий? Конечно, да, правильный ответ. 1 минус p квадрат в n-ной степени. Вот значок равенства надо перенести сюда. Все. Вот такое вот простое в итоге решение. Тут важно не путать независимость. То есть, знаете, как в комбинаторике не путать, где сложить, а где умножить. Вот здесь мы именно умножаем. Правило умножения, не правило сложения. Но вероятность одновременного выполнения события, она вот такая. 1 минус p квадрат в n-ной степени.